У меня есть вопрос. Может, просто руки поднимите, а у кого учет уже осуществляется реально? Потому что, когда мы разрабатывали свои документы, я пыталась найти библиотеки, с которыми можно было бы пообщаться и опытом поделиться. Это было очень сложно. Вот на 2011-2012 год я две таких нашла областные библиотеки всего. Правда, я не искала среди вузовских библиотеками, среди областных. А будьте добры, в какой библиотеке я работаю? Хорошо. Вопросы не очень много получает. Извините, вопрос по учету индивидуальных документов, входящих в состав баз данных. Правильно я понимаю, что предполагается осуществлять учет всех документов на уровне отдельных электронных документов, которые входят в состав баз данных, удаленных, локальных и так далее? На уровне общего количества документов, включенных. Количественных. Да, эти данные либо предоставляются самим поставщиком, либо они на сайте поставщика, либо в договоре отражены, либо есть такие, конечно, случаи, когда чуть ли не по штучному подсчет сами производим. То есть это общее количество включенных документов отражается в учетных документах. Спасибо. Еще вопросы? Елена Игоревна, у вас был вопрос, да? Может, вы скажете что-то еще добавить? Ну, что РГБ ведет учет. Какие проблемы возникают с учетом у вас сейчас? Сейчас. Ну, с Ниной Ивановной мы это обсуждали неоднократно и дорабатывали формы. Это, конечно, изменение состава ресурса. То есть это дополнительная, достаточно трудоемкая операция. Значит, человек, который занимается администрированием ресурса, должен ежеквартально сравнивать выгрузку предыдущего ресурса, то, что имеем на данный момент, и указывать вот эту разницу в ресурсах. Которая произошла за текущий квартал. То есть это, конечно, очень трудоемкая операция, да. И не очень вообще понятно, насколько она оправдана. Мне кажется, если это ресурс возобновляемый, вернее, подписываемый регулярно, то можно просто списать его, ну, условно говоря, списать, да, отразить выбытие в книге суммарного учета того количества, которое поступило, а уже новое количество показательных вступлений. Ну, как вариант. И плюс есть еще такой момент, скажем, вот мы берем какие-то отечественные ресурсы, там есть не периодические издания и периодические издания. И я не могу сказать, что вот наши агрегаторы, вернее, поставщики ресурса, очень четко придерживаются библиотечных понятий и учитывают, скажем, периодические издания так, как нам надо. То есть для того, чтобы понять, учитывается периодическое издание в наименованиях, учитывается оно в комплектах или учитывается просто в количестве номерах, которые, возможно, стахастично поступили в коллекцию, сказать очень сложно. С периодикой становится сложной. И в итоге, а мы не можем ее выделить. То есть для того, чтобы выделить периодику, скажем, из там 85-тысячной коллекции там какого-то агрегатора, ну, это действительно отдельная работа. И насколько она нужна. И в итоге у нас получается учет где-то с периодика, где-то без периодики. То есть я могу сказать, что вот на сегодняшний день, особенно по отечественным ресурсам, чистой цифры результатов учета нет. Да, я согласна с тем, что цифра, которая у нас в результате получается, она все равно там люфт какой-то есть. Скажите, пожалуйста, Анна Викторовна, а Вы сейчас показываете в каких-то отчетных показателях вот эти цифры по учету электронных документов? Да, в отчете конкретного отдела, в отчете библиотеки. Но всякий раз, когда администрация, если у нас запрашивает отчетные какие-то данные, мы задаем сначала наводящие вопросы, что именно Вы хотите получить в ответ. То есть и в зависимости от этой беседы, да, либо только удаленные, либо только платные, либо только бесплатные, ну, в общем. На самом деле, это вопрос сложнейший. Вот мы с чем столкнулись буквально недавно, значит, когда мы подавали очередные ежеквартальные, значит, сведения показателю министерства, бухгалтер как бы намеревалась, предложила, советовалась, значит, наш вот 37 миллионов чем-то фонда приписать нам то, что мы даем по электронным, там, миллион с лишним, все это соединить в одну цифру. То есть, конечно, учет должен быть только параллельный, иначе мы с Вами запутаемся, потому что это такой, как бы, ресурс электронный, он быстро меняется, он такой динамичный, очень изменчивый, то есть мы с Вами запутаемся совсем. Поэтому только параллельно, и надо, конечно, разъяснять бухгалтеру или там чиновнику о том, что это разные вещи, потому что даже внутри мы с Вами, ну, один пример, скажем, газеты, да, учитывая в годовых комплектах, да, там, понимаете, периодику в названиях журналов, книги в экземплярах, а в электронных там как бы другие принципы совсем учета, поэтому просто взять в одну кучку это все, значит, посчитать, и чутненько у бухгалтеров получилась бы такая кругленькая, хорошенькая сумма, а потом бы мы концов бы не нашли. Мы, конечно, всех отчетов очень дифференцированно сдаем. Вы знаете, вот относительно учета собственной продукции, вот в библиотеке сами создают базы данных, библиографические, полнотекстовые, мы вообще-то должны их ставить на учет или нет? Вот мы очень сомневаемся, да, на баланс, мы очень сомневались, и сначала у нас был порыв все поставить на учет, а сейчас мы поняли, что это такая огромная будет дополнительная работа, особенно если учитывать и количество названий, и как меняется база. Вот вы как поступаете? С теми базами данных, которые генерируются в библиотеке, как базы данных мы их пока не учитываем. Этот вопрос пока у нас на рассмотрении, так скажем. То есть пока из того, что генерирует библиотека, это, ну, так, условно, повстученный учет электронных копий, поэтому включенных в электронную библиотеку это однозначно делаем. Учет от цифровки, да, это понятно. Да, базы данных, созданных в библиотеке, пока не учитывая, пока раздумывая. Приобретенные учеты, приобретенные, конечно, ресурсы, это понятно. Но вот в принципе собственную продукцию, при том, что, ну, скажем так, довольно сложная и трудозатратная система учета, у нас собственных библиографических баз данных больше десяти, полнотекстовых множество уже баз. Ну, библиографические базы, они не сложны для учета? Не, ну да, да, библиографические, ладно, но полнотекстовые. Ну, а полнотекстовые, ну, в зависимости от того, видимо, что в них включено, если в них включены те самые цифровые копии, которые библиотека создала, тут уже будет дублирование. А если она их заимствовала? Если она их скачала с сайта создателя, например, материалов, конференций? Вот мы пока точно не делаем, не ведем никакую учет пока свободно размещенных ресурсов, которые копируем и не копируем. Я делаю книгу в виде файла. Коллеги, вот видите, сколько возникает всяких разных вопросов. Я думаю, что у каждого, кто вот тут сидит сейчас, про себя думает, и тоже мог бы еще 5, 6, 5, 7 вопросов уже сразу сказать, и потом они будут возникать. Я просто предлагаю эти вопросы не держать в себе, а, значит, их озвучить либо сейчас, либо продолжить нашу дискуссию затем по электронной почте и МИРВА при утверждении этого документа как руководству. Вот у меня такой есть вопрос, который задают часто библиотеки. Буквально вот несколько дней назад я отвечала в Рязань, в университет. И я не могу как-то внутренне согласиться с тем порядком, который дал в разъяснении Минхен, кажется, Дина Ивановна говорила. Все-таки вот смотрите, если это журнал, например, Нива, XIX век, вот в библиотеке дарят полный комплект за какой-то год или в дополнение к имеющейся коллекции, это редкие ценные издания. Они идут в рукописные, простите, в отдел редкой книги. И как? За баланс? Рублю? Вот вопрос. Вот, извините, я, так сказать, не слышу еще того, что Нина Ивановна, я все-таки порекомендовала сделать комиссионную оценку, оценить все-таки по рыночной стоимости, потом они это вредно, как бы в дополнение в отдел редкой книги. Ну, как это, какой там забава, цитуция, да и... Ну, вот, и вместе с тем разъяснение Минфина. То есть, понимает ли Минфин, как бы, ситуацию, это вопрос. Вот как с этим? Вот я внутренне не могу согласиться. Минфин формально подходит. В периодико-в периодико. Еще вопросы есть у нас? Так, коллеги. Ну что, переходим тогда дальше мы к следующему вопросу. Значит, договорились мы так. Значит, в ближайшее самое время, видимо, после нашей с вами конференции, но, во-первых, вы еще раз можете посмотреть все наши обсуждения и запись выступления Нины Ивановны еще раз. Вы еще раз посмотрите порядок учета с комментариями и приложениями. Этот документ будет вывешен для обсуждения общественного, как теперь модно говорить еще раз, для того, чтобы это утвердить на РБА уже в качестве руководства, будет вывешен на сайте конференции РБА в Самаре. Ну, сайт, вы знаете, как на него зайти, да, с сайта РБА. Вот, так что, пожалуйста, следите за ходом обсуждений. Любые ваши комментарии, сомнения, вопросы, особенно у библиотек, вузов, у библиотек НИИ, то, что возникает, да, вот то, что вам будет мешать в работе. Понимаете? Потому что, когда этот документ уже будет утвержден в качестве руководства, да, вы понимаете, что это уже будет сложнее туда внести какие-то изменения и как-то прокомментировать, и мы будем еще лет 10 мучиться для того, чтобы внести следующие изменения в этот документ. Поэтому призываю вас активно во всем этом поучаствовать. Но на самом деле, мне кажется, что, в принципе, документ полезный. Какие-то мы получили отправные формы, с которыми мы можем работать. Значит, я хочу сказать, что вы еще раз обратите внимание на те вопросы, которые спорные, вызывают очень много дискуссий, а именно я имею в виду вопрос соц.ДИ. Вот он сейчас не поднимался, я думаю, не просто так. Вот, потому что на самом деле это очень сложный вопрос, потому что часть регионов учла весь библиотечный фонд как особо ценное движимое имущество и дальше стала мучиться со списанием, да. А часть библиотек учла только, значит, книжные памятники, редкие издания, и то, что получила по обязательному экземпляру. А все остальное, как, значит, ну, обычный библиотечный фонд. Вот. Поэтому вот практика неоднозначная, в комментарии там тоже, как бы, комментарий такой очень, я бы сказала, осторожный. Вот. Поэтому вот как это войдет в документ, который будет утвержден на РБА, это еще, значит, большой вопрос. Поэтому у кого есть какой хороший, там, сказать, опыт, то, пожалуйста, расскажите о нем. Значит, второй вопрос, на который хотел бы обратить наше внимание, это вопрос с реализацией. Вот порядок новый, да, нам разрешает и передавать, минуя 131 закон, и невзирая на ведомство, невзирая на уровни, и продавать, и так далее. Вот. Но для того, чтобы все это делать, причем на уровне региона и ведомства, нужно обязательно, чтобы был такой документ, который был согласован с вашим учредителем, который готов был бы ваши документы принимать, и готов был к тому, что вы будете осуществлять свои учетные функции в соответствии вот с этим утвержденным порядком. То есть этого документа нет, да, могут возникнуть разные трудности. Вот. Что хотел сказать. Ну, больше комментариев тогда нету, да, по этому вопросу. Пока. Спасибо, Анна Викторовна. Большое. Я думаю, что к вам еще будут и обращения по электронной почте с вопросами, и вы, конечно, нам поможете еще. Спасибо. А теперь мы переходим к следующему тогда вопросу. Значит, это вопрос разработки стандартов. Я сейчас прошу наших автоматизаторов включить следующее видео выступление. Это Александр Александрович Джига, заведующий теперь в новой должности, заведующий Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе. Российская государственная библиотека «Москва» о подготовке новых национальных стандартов. Надо сказать, что этот год для нас просто какой-то был прорывной, потому что мы действительно стали разрабатывать наши технологические стандарты, которые для нас очень важны. Первый стандарт называется «Библиотечный фон. Технология формирования». Второй – комплектование термины и определения. Ну, терминологический стандарт. Но это очень важно, конечно, потому что изменилась ситуация коренным образом, конечно, и для нас очень важно, что начинают появляться такие стандарты. Продолжение следует...